физкульт привет друзья и ученики просто случайный зритель давненько мы с вами не общались прямом эфире все дело в том что я давно не выходил понежиться к бассейну не знаю почему хватало наверное делов различных мы сейчас расширяем без того наш большой огромный зал наверное сложно где-то найти в мире будет больше зал с шикарным оборудованием заказал оборудование кстати из россии от фирмы forman special edition кто не знает сейчас николай ясиновский выпустил линейку своего оборудования должен сказать это отличное шикарное оборудование я вам покажу сделаю отдельный ролик для канала на youtube какие тренажеры пришли как они работают в чем их уникальность и действительная николай сделал то наверное о чем давно мечтают многие те кто тренируется не будем говорить профессионально или нет но тренируется долго тренируется всю свою жизнь понимает в этом особенно те кто при всем при том что я сказал любит это дело кто видит кто имеет непосредственный контакт с этим у кого свои тренажерные залы кто оборудует тренажерные залы кто сталкивался с этим потому что такой наверное ни для кого не секрет почему многие залы оборудованы одной линейкой тренажеров или двух фирмы с одной все дело в том что когда мы покупаем оборудование на большой объем идет большая скидка где-то до 45 процентов зависимости от фирмы некоторые фирмы такие как хаммер стрейч или их не ожи линейка life фитнес они дают по моему максимум 10-15 процентов но сейчас очень много интересного удивительного оборудования которое действительно встречается каждой из линеек но в виде одного двух трех тренажеров примеру я бы хотел иметь кое-какие тренажеры из линейки хаммер кое-какие с хойст некоторые тренажеры от легенд некоторые от matrix и если я буду покупать все это по отдельности то цена вырастает как вы понимаете на 40 процентов и николай молодец он взял с каждой линейки ведущие флагманы продаж тренажеров ну кстати те которые действительно необходимы в зале для того чтобы полноценно прокачиваться добавил свои фишки которые я покажу и действительно создал уникальную линейку тренажеров которая будет украшать любой тренажерный зал не просто эстетически да но и будет приносить действительно пользу что очень и очень важно ну что начнем отвечать на ваши вопросы привет егор отвлекаясь от похода пришло уведомление прямом эфире очень приятно что вы смотрите задавайте вопросы на какие вы бы хотели услышать ответ или подискутировать со мной в прямом эфире очень часто задаются вопросы о питании перед сном вечернее время и задается вопрос что конкретно из каких продуктов есть на ночь друзья я ничего не ем на ночь вообще вы знаете что вы знаете что ночью выделяется гормон гормон роста если говорить конкретно который нам с вами так необходим от этого гормона зависит очень многое от этого гормона зависит будет ли происходить процесс жиросжигания от этого гормона будет происходить набор мышечной массы и если вы кушаете на ночь то этот гормон не выбрасывается блокируется этого делать нельзя поэтому за два три часа до сна мы не кушаем ничего кроме простой пустой воды без добавления туда чего бы то ни было если вас тошнит после тренировки вот пришел вопрос то либо вы перетренировываетесь либо вы кушаете перед тренировкой но может быть еще проблема с давлением так давайте чтобы не пропускать ваши вопросы а закладывает уши под конец тренинга это тоже связано с внутричерепным давлением и я рекомендую друзья все таки проверить его и когда вы тренируетесь не задерживайте дыхание что часто происходит у моих учеников я вижу а дышите обязательно взять на дышите не тушьтесь это очень и очень важно как относитесь к молочке в частности к творогу друзья я люблю молочку но к сожалению то что продается в современных магазинах супермаркетах сложно назвать молочкой как я отношусь конкретно к творогу молочка нужный продукт но не стоит забывать что это тоже сахара в молочке есть лактоза даже если это к примеру какие-то переработанные продукты и поэтому я не рекомендую есть молочку вечером особенно перед сном как вы уже знаете перед сном нам ничего не нужно есть и не рекомендую есть молочку во второй половине дня спокойно употребляйте ее в первой половине дня и ничего страшного не будет но чем дольше вы заходите в процессе построения хорошей красивой фигуры без жира придется вам отказываться и от молочки потому что организм привыкает ко всему мы сделаем об этом действительно очередное отдельное видео чтобы вы понимали как и что работает и когда вы боретесь уже не первый месяц год с жиром от молочки придется действительно полностью отказываться либо отказываться в течение недели от определенных продуктов именно связанных с тем и для того кто хочет продолжать наращивать хорошее сухое мясо можно девушкам принимать зима конечно можно почему нет привет и гор слышал ли ты о таком виде тренинга как отдых пауза или повтор пауза конечно слышал это один из принципов основополагающих принципов джо вейдера у которого есть действительно хорошие методы тренинга если их грамотно принимать для натурального атлета принцип отдых пауза при грамотном применении очень очень хорошо стрессово воздействует на наш организм в целом создает более мощный выброс гормонов позволяет поработать с более тяжелыми весами поэтому это очень хороший метод но не стоит его принимать в каждом упражнении на каждой вашей тренировке вступить вашу закрытую группу если я на стадии похудения можно вы изучите неважно парень вы или девушка для каждого из вас у меня есть отдельные тесты после которых можно и нужно переходить на периодизацию группа повторяю не для новичков вступить в нее можно для чего для того потому что цены постоянно поднимаются вообще цена за вступление в группу полторы тысячи долларов но поначалу была акция в 160 сейчас можно вступить за 250 и чтобы как говорится забронировать себе место за более недорогую оплату есть в этом смысл но если вы только новичок у меня в принципе практически на два года для парней на год для девушек бесплатно расписаны все упражнения все тренировочные программы пользуйтесь этим купите обязательно мою книгу которая называется ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес она будет полезна особенно для тех кто хочет самостоятельно грамотно понимать что и для чего он делает и она будет полезна очень полезна для инструкторов чтобы не нести ту чушь ересь которую несут сейчас многие инструктора к сожалению привет занимаюсь в твоей закрытой группе очень нравится ваш подход к тренингу спасибо большое я уже не раз повторял что люди которые вступили в группу их уже 153 или 154 я уже не помню человека но много нет ни одного недовольного ни одного хотя когда я тренирую персонально онлайн уже было два или три недовольных человека действительно как бы не скрываю кто там говорит что он не получает никаких полезных полезных полезностей да от от моего тренинга от моего подхода но это не правда по той простой причине что когда начинаешь объясняться с человеком находить какую-то причину просто человек не соответствует не придерживается всего того что рекомендуешь ему особенно в питании и ждет каких-то изменений а мы с вами знаем что даже если мы будем тренироваться по божественно написанным программам которые будут исключать принципе любую ошибку если это будет самая лучшая во всей галактике тренировочная программа но не будем придерживаться основных основополагающих принципов в питании не будем получать никакого результата особенно это касается построение красивого эстетичного тела без лишнего жира стоит ли ориентироваться на пульс во время тренировки друзья конечно же стоит но я делаю это не так я знаю примеру когда тренирую тот или иной тип мышечного волокна для тех кто тренируется уже по принципу периодизации какое время отдыха должно быть между той или иной тренировочной программой между упражнениями во время той или иной тренировочной программы так вот я ориентируюсь не на пульс а на свое дыхание когда я чувствую что я восстановил дыхание что я готов к следующему подходу я сразу его делаю иногда это бывает всего через 30 секунд а иногда особенно если это тяжелые приседания тяжелые в плане веса или в плане повторений когда приседают за 15 и 20 повторений то я могу позволить себе отдохнуть и 5 минут понимаете все дело в том что я ориентируюсь именно на свое дыхание на его восстановление потому что если не давать восстановиться дыханию и проводить нагрузку по принципу таких тренировочных методик как табата или убийственно вредного для здоровья для сердца кроссфита ничего хорошего вам не светит и вы будете обязательно получать негатив от того что вы делаете а мы в первую очередь приходим зал для того чтобы у нас было сохранялось улучшалось здоровье правильно поэтому всегда думайте и рассматривайте то что вы делаете через призму сохранения улучшения здоровья 400 грамм ем каждый день творога и ничего ну ничего и ничего куда день казеин раз нельзя его принимать на ночь ну как куда вечернее время просто не ешьте его не употребляйте его непосредственно перед сном выпейте казеин съешьте казеин за два часа до сна и вся ваша проблема решена откуда идет это глупая затея есть на ночь есть казеин многие думают что когда они ложатся спать желудок пустой если то начнется у нас распад мышц в принципе он и так начнется даже если у вас будет полный желудок но если вы поедите перед сном я уже говорил не будет гормона роста который ответственен за жиросжигание который ответственен за рост вашей массы за ваше восстановление и здесь не важно поели вы или не поели точнее важно если вы поели перед сном бы все это напрочь перечеркиваете не забывайте что во время того когда вы засыпаете организм переходит на совершенно другой источник питания и вы никогда не разрушите свои мышцы если вы не поели перед сном неважно даже если вы за два часа не поедите если вы хорошо питаетесь в течение дня гораздо важнее чтобы был выброс гормона роста а чего не происходит как я говорил если вы будете кушать перед сном поэтому никогда никого не слушайте и смело ложитесь спать на голодный желудок за два часа до сна минимум не кушаем можно и три и так следующий вопрос какой самый эффективный метод тренировок для жиросжигания самый эффективный метод тренировок для жиросжигания он на кухне и называется меньше жрать называется смотреть на то что и когда вы кушаете через призму инсулина почитайте мои статьи посмотрите мои видеоролики на этом все это в бесплатном доступе на моем сайте hmg.ru и на моем канале youtube хэви метал джим все это есть друзья если вам преподносится какая-либо тренировка как жиросжигающая но это чушь не бывает жиросжигающих тренировок тренироваться всегда нужно грамотно правильно посмотрите на таких бодибилдеров как дориан ядс на многих других они вообще свой сплит никогда не меняли меняли только подход к питанию и именно питание регулирует набираете вы или худеете и тот кто вам говорит что 8 12 это на массу повторений а все что выше 12 и 15 это на рельеф тот вообще ничего не понимает в тренинге абсолютно ничего это какой-нибудь выкидыш фитнес онлайн курсов или даже не онлайн сейчас очень много в россии популярных курсов общаясь с выпускниками которых установится стыдно просто что эти курсы носят название нашего создателя касательно бодибилдинга современного ну очень сложно общаться с такими людьми они уверены что все и вся понимают но не знают даже обычных названий упражнений мне смешно просто общаться с такими людьми как сделать так чтобы левая и правая ягодицы и задняя поверхность бедра были одинаковы левая остает под правой целлюлит более выражен на одной ничем на другой и ноги отличаются по силе друзья насчет этого не стоит переживать у всех у нас различные левые и правые стороны одна сильнее другая слабее одна больше другая меньше и этого кроме вас поверьте никто не замечает только простым грамотным тренингом вы можете как-то влиять на этот процесс и именно если у вас обратите внимание у всех одна грудь больше у девочек другая меньше у парней тоже асимметрия это нормальное состояние любого нормального человека с точки зрения физиологии не обращайте на это внимание грамотно питайтесь грамотно спите восстанавливайтесь тренируйтесь не перетренировываетесь и у вас все будет прекрасно и в плане ощущений в плане того как вы будете выглядеть не стоит на это обращать свое внимание поверьте сколько необходимо тренироваться чтобы начать набирать массу так дайте понять ваш вопрос вы хотите сказать через сколько начнет набираться масса или что я не понимаю честно говоря вопроса уточните то есть подойдет такая программа периодизации неделю гликемические волокна неделю окислительные неделя отдых пауза спасибо большое за ответ такая программа конечно же подойдет и она будет лучше чем простой линейный тренинг но зайдите на мой сайт и чем джим точка ру h м джим точка ру как heavy metal просто первые буквы и найдите такую статью спина от а до я там на примере мышц спины я расписал как должна выглядеть периодизация ее полный цикл развернутые все витки изучите у вас не останется никаких ответов никаких вопросов точнее с чего начать изучать ваш канал занимаюсь полтора года я бы рекомендовал начать с таких эксклюзивных вещей которых у меня на канале ну очень мало наверное это с изучения рейтинга мышечных групп с изучения того как нужно тренироваться при натуральном тренинге и самое главное изучите мои статьи ступени или купите книгу она стоит всего 8 долларов называется ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес из этой книги вы узнаете все мои эксклюзивные наработки бодибилдинге те которые именно вышли из моей головы из моего опыта практического и не именно на этом я построил свою книгу которая кстати система приносит пользу всем в ней вы найдете силовые показатели там четыре ступени и для каждой ступени есть силовые тесты вы тренируетесь полтора года вы посмотрите правильно ли вы начинали тренироваться если нет то тоже не расстраивайтесь грамотно начать тренироваться никогда не поздно и определившись по тестам на какой вы ступени находитесь данный момент вы сможете начать грамотно продолжать свои тренировки уже отталкиваясь от сегодняшнего дня настоятельно вам рекомендую с этим ознакомиться и конечно же почитайте на сайте если не купите книгу о инсулине инсулин это очень важная вещь с точки зрения того хотим мы чтобы наши мышцы росли а жировые клетки нет это очень важная информация хочу сама вникнуть сколько стоит вступить в группу пишите мне в личку в контакте я вам скину всю информацию по этому поводу как и что нужно сделать для того чтобы вступить закрытую группу как определить оптимальную ширину постановки ног в приседе хороший вопрос вам должно быть комфортно при хорошем глубоком приседе вы должны четко видеть что ваши коленки остаются на месте не в плане того выходят они за носки или нет это не так важно как садиться на пятку а точнее в полную стопу преимущественно конечно же вставляя вес на пятки и следить за тем чтобы коленки не уходили вовнутрь не расходились наружу то есть не было вращательного движения в колене потому что сам по себе глубокий присед не несет никакого вреда коленному суставу а вот если вы вращаете коленка если они у вас сходятся расходятся неважно какой вес можно получить травму потому что только при таком движении исходит неестественная ситуация для наших коленных связок и можно получить очень серьезную связку растяжение разрыв которая выбьет вас из тренинга обычно обычно это постановка ног чуть шире ваших плеч и носочки слегка слегка должны смотреть в стороны во время приседа коленки расходятся четко по направлению больших пальцев ног тогда у вас будет сохраняться и ровная спина конечно же будет это все тоже зависит от того насколько вы тренированы насколько растянуты ваши мышцы особенно если мы говорим о поясничном отделе позвоночника насколько растянут ваш таз насколько хороша у вас растяжка но все это можно улучшить и все это нужно улучшать обязательно следите за этим обязательно тренируйтесь обязательно приседаете Приседание – это лучшее упражнение и для девушек, и для парней. Егор, скажите, после круга на круговой тренировке нужно отдыхать, пока дыхание полностью восстановится, или же пульс должен быть все-таки повышен? Друзья, никаких повышенных пульсов. И вот сейчас я вижу по данному вопросу, что многие тоже не понимают принцип построения круговой тренировки. Принцип построения круговой тренировки, если вам ваш тренер или инструктор говорит, что нужно делать упражнения за упражнением без отдыха, то это не инструктор и не тренер, это дебил. Вы должны отдыхать после каждого упражнения минимум 30 секунд, а после круга можно отдохнуть и больше, перед тем, как начать делать другой круг. Я так полагаю, что вы грамотно составляете себе программу тренинга, а каждое упражнение у вас – это базовое упражнение, многосуставное упражнение, силовое упражнение. И представьте, у вас будет накапливаться усталость от упражнения к упражнению без отдыха. Обязательно будет нарушаться техника, обязательно будет происходить какое-то отклонение от биомеханики движения. Вы получите травму. Плюс вы будете увеличивать левое предсердие, левый желудочек, точнее, будет увеличиваться у вас и обратно он уже не сократится. Не поддавайтесь вот этим новомодным веяниям, особенно, что касается кроссфита. Кроссфит – это развод для лохов. Действительно, если тренироваться по системе кроссфита, как это происходит, я вижу в залах, когда каждая тренировка – это практически соревнование, нужно уложиться в определенное время, нужно как можно меньше отдыхать между упражнениями. Это не тренинг для здоровья, друзья. Это полная чушь, это разрушение себя. Разрушение себя со всех точек зрения. С точки зрения сердечно-сосудистой системы, с точки зрения здоровья внутренних органов и сухожилий, связок. Ничего хорошего от этого нет. Хотите получать пользу от силового тренинга – занимайтесь силовым тренингом. Не занимайтесь вот этим псевдоанонизмом. Как пришел кроссфит, так он и уйдет. Увидите. А построение хорошего тренировочного режима, хорошего тренировочного графика плюс соблюдение правил питания обязательно даст вам хороший результат в плане здоровья и в плане внешнего вида. То, что всем с вам и нам нужно. Так, следующий вопрос. Спасибо, это не вопрос. Нужно ли принимать глюкозамин? Друзья, хондроитин и глюкозамин, я сторонник того, чтобы его принимать и принимать его регулярно, постоянно, без перерывов. У меня было время, когда я принимал, в России еще жил, покупал американский препарат Терафлекс и принимал его где-то на протяжении 6 лет. Одну таблетку утром, одну таблетку вечером. Я не скажу, что это будет лечить, но это будет все равно позволять вашему организму, хрящам, суставам находиться в более выгодном, что ли, положении. При этом нужно обязательно есть желатин, кальций, обязательно другие микроэлементы, селен. И ваши суставы будут лучше, чем у тех, кто не использует эти добавки, поверьте. Но накопительный эффект у таких добавок, не забывайте, что касается хондроитина и глюкозамина, обязательно накопительный эффект. Если вы попьете месяц, одну баночку, то в принципе это никак не скажется на вас. Начнет он действовать где-то только через полгода. Так что имейте это в виду. Почему постоянно немеет мизинец на руках и предплечьях? Друзья, скорее всего, где-то что-то у вас защемлено. Нужно обратиться к хорошему специалисту. Ну можно же тренировки поспособствовать жиросжиганию. Друзья, конечно, хорошая грамотная тренировка, она способствует жиросжиганию. Но если вы безграмотно питаетесь, то теряется абсолютно любой смысл. И смотрите, большинство ставит на кардиотренинг при жиросжигании. Это неправильно. Во-первых, кардиотренировка, если мы говорим о классическом кардиотренинге, когда вы тренируетесь где-то от 30 минут и выше, это все служит именно для замедления метаболизма. Организм переключается на энергосберегательный эффект. И он будет отдавать мышцы, он будет отдавать все, что угодно, а жир будет стараться удерживать. Конечно, при этом будут уходить кое-какие жировые запасы, но организм так устроен, что мышцы, особенно когда они излишни, воспринимаются как лишний вес, который требует лишних калорий. А мышцы сами по себе даже в покое, в спокойном состоянии, когда вы лежите и ничего не делаете, требуют энергии. Так организму что проще, избавиться от мышц или избавиться от жира? Поэтому и происходит то, что происходит. Большинство людей, приходя в зал, натыкаясь на трениров дебилов, на выкидыши от этой фитнес-бизнес-индустрии, становятся, садятся, ложатся в кардиотренажеры. И вся их тренировка в основном, основная ее часть, протекает там. Естественно, люди не получают того, что хотят. И, естественно, после возвращения к обычной жизни, эти люди взамен потерянных килограммов жира и мышц получают еще больше этих самых жировых накоплений. То есть происходит то, что наоборот не должно происходить, происходит противоположное, то, зачем человек приходит в тренажерный зал. А когда человек тренируется с отягощением, то идет нагрузка непосредственно на мышцы. Мы не будем сейчас говорить о сухожилиях, космосвязочном аппарате, а именно говорим о мышцах. И организм понимает, что мышцы все-таки нужны ему в данной ситуации, потому что происходит постоянно регулярно силовая работа. И если не будет мышц, то может возникнуть проблема у самого организма. Тогда он сохраняет ваши мышцы. Особенно все это очень важно для натуральных атлетов. Почему сейчас вот эти современные фитоняшки говорят о том, что можно и нужно делать кардио часами, о том, что они накачали попу свою махами? Это все чушь, друзья. Это ересь. Они вынуждены это говорить. Они сидят на фармакологии. Понимаете? И если вы будете копировать программы таких фитоняшек, то ничего хорошего у вас не будет. Не будет у вас некрасивой фигуры без жира. И никогда вы не накачаете себе ягодичные мышцы махами. Это все бред. Не нужно вестись на вот этот развод фитнес-индустрии. Посмотрите, мне куча людей пишет. Все-таки у меня, меня смотрят на канале уже больше 90 тысяч подписчиков. Конечно, это не так много, но я считаю, что для такого канала, как у меня, который не развлекательный, не несет какую-то хрень в эфир, это огромное количество подписчиков. И каждый мой подписчик, я горжусь им, потому что это говорит о том, что все-таки человек думающий. Человек думает, размышляет над тем, что он делает, как он тренируется. И пусть даже мои методы не все или даже все неверные. Но я, по крайней мере, хочу, чтобы вы думали, чтобы вы размышляли, чтобы вы не верили слепой, мертвой теории, которая никак не ориентируется на практику. Вот практика, ориентирующаяся на теорию, это хорошо. А теория сама по себе и каналы, которые очкарики, волосаты или еще кто-то пытаются преподносить вам как научный подход к тренингу, как через какие-то исследования, это все чушь, поверьте. Есть там, конечно, тоже информация к размышлению, но она вам без практики не даст никакого эффекта. Поэтому всегда-всегда задумывайтесь о этом. Так вот, возвращаясь к кардио и силовому тренингу. Если вы не будете делать кардио, но будете хорошо, качественно тренироваться, при одинаковом питании и тот человек, который будет делать больше кардио, не делать силовые или будет делать слабые силовые, человек, делающий силовые, будет получать большего эффекта для жиросжигания и построения мышечной массы. Это практика, это факт. Естественно, мы говорим сейчас о натуральном тренинге. И вы будете себя лучше чувствовать, вы будете ощущать, как работают ваши мышцы. Будет прекрасно вам как внешне, так и внутренне. И окружающие люди будут замечать то, что вы тренируетесь, что тоже мотивирует основное большинство людей. Мы все-таки с вами стадные животные. Давайте еще парочку вопросов. У меня тоже немело. Начало есть магний и изюм. Да, кстати, это может быть, а не менее, связано с нехваткой определенных микроэлементов, которых сейчас в еде нет или очень мало стало. Это вот основная проблема современного питания. Почему я рекомендую постоянно циклами принимать селен? Селен – это отличный препарат, который микроэлемент, который предшественник, который способствует и участвует в выработке тестостерона, что важно как для мужчин, так и для женщин. И его полное отсутствие в современном питании, сами понимаете, как сказывается на нашем организме. Поэтому селен, йод, коэнзим Q10 необходимо как-то научиться принимать в виде той или иной пищевой добавки. Егор, подскажите, по какой причине не имеет постепенно мизинец? Так, ну это же было уже. У меня инсулинорезистентность перешла на трехразовое питание и перестала. А есть на ночь, послушав, кстати, вас. И после силовой ем сразу. Да, молодцы, спасибо, что слушаете. Но вопрос в том, что хороший, кстати, есть после силовой тренировки. Друзья, многие из вас пишут, что не могут жить без сладкого, не могут жить без фруктов. Так вот, лучшее время и как раз-таки время, когда нужно съесть сладкое или какой-то фрукт, это сразу по окончании силовой тренировки. Я уже много раз вам говорил об этом. И это связано как раз-таки с тем, что инсулин – это не только самый мощный анаболический гормон, но это гормон, который является транспортником, который берет питательные вещества и, имея ключик к клеткам, открывает двери в клетки, вносит туда питательные вещества. Как в жировые, так и в мышечные. Так вот, практика показывает современных спортсменов, что, используя резкий выброс инсулина сразу после тренировки, вы открываете двери в мышечные клетки, закрываете двери на ключ и в большинстве случаев даже теряете этот ключик в жировые. Так почему не пользоваться этим? Только глупый не будет этим пользоваться. А если вы еще снизите или уберете поступление продуктов, которые способствуют резкому выбросу инсулина в течение дня, оставив его только на после тренировочный режим, то вы еще сильнее и лучше способствуете жиросжиганию, ну или, скажем так, ненакоплению излишнего жира и росту мышечной массы. А что может быть лучше? Ну давайте еще два вопросика и все. И, о чудо, сахар в норме и утром, и после быстрых. А, это к предыдущему комментарию, который девушка придерживается моих советов, питается стало реже и ест как раз-таки сладкое после силовой тренировки. Друзья, это, кстати, не мое открытие. Я впервые услышал это от одного из своих друзей, потом нашел источник, это Лейл Макдональд, который является одним из ведущих диетологов в современном мире. И вот он первый, по-моему, один из первых, кто выдвинул такую идею, теорию, которая, кстати, подтверждена практикой современного мощного бодибилдинга. Если вы увидите, почему сейчас, если вы посмотрите на самых больших культуристов нынешней эпохи, нынешнего десятилетия, вы увидите, что основное их отличие не в тренинге даже, если брать глобально, не в дозе препаратов, которые они используют, если мы говорим сейчас и о гармонии роста, и о стероидах в первую очередь, а именно в сочетании гормон роста, инсулин и тироидные гормоны. Вот именно инсулин позволяет сейчас бодибилдерам быть настолько нереально огромными. И, к сожалению, именно введение искусственного инсулина извне, безграмотное, является стопроцентной причиной смертей в современном бодибилдинге, на что стоит обращать особое внимание. Привет! На продукте написано 100 грамм продукта содержатся белки 53 грамма, жира 10 грамм, угли 1 грамм. Где оставшиеся 37 грамм? Друзья, это вопрос не ко мне, а к производителю. Ну и давайте еще вопросик. Егор, скажите, Таня извинилась перед вами? Так, ну этот вопрос лучше задавайте Тане. Как приступить к тренировкам, если давит депрессняк? Разошлись с девушкой, чувствую себя просто пиздец, извиняюсь за выражение, это не мое высказывание, это вопрос. Друзья, к сожалению, отвечу на этот вопрос, он очень важен, и не только для тех, кто расстался с любимым человеком. Современный мир, к сожалению, многих вдавливает в негатив. Вы сами знаете и мою историю, которая тоже с моей подставой от лучших, от близких моих друзей. Многих ситуация действительно убивает. Я не раз уже рассуждал на эту тему, и подчеркиваю, что если вы не можете изменить ситуацию, измените свое отношение к ней. Это золотые слова. Но только вы сами лучше всего знаете ваш внутренний мир. Только вы знаете, как будет реагировать ваш организм на то или иное действие. Только вы знаете, как вы мыслите. И если вы будете культивировать в себе негатив, если вы будете культивировать в себе то, как мир воздействует на вас, вы никогда не будете счастливы. Потому что мир всегда на нас воздействует. Такова уж причина этого искусственного созданного мира. Да, для большинства это, конечно, звучит дико, но лично я тоже являюсь сторонником той теории, а все, что есть относительно нашего мироздания, сейчас это теория, нет никаких подтвержденных фактов. Лично я считаю, что это определенная симуляция. Компьютерная, нет, думайте сами. Это не важно. Но это никак не говорит о том, что наша жизнь не является настоящей, несерьезной, нет. Наоборот, это говорит только о том, что наши мысли, они формируют не только наш внутренний мир, но этот внутренний мир и формулирует уже потом непосредственно наше бытие. То есть то, что нас окружает. То, как вы относитесь к миру, выплескивается непосредственно в этот мир. Если в вас только негатив, если вы культивируете в себе только негатив, если вы зацикливаетесь на негативных мыслях, то сложно жизни вашей будет сделать вас счастливым. А вот если вы будете радоваться каждому дню, многие будут говорить, что это как дурачок только постоянно, без причины улыбается, смеется. Нет, я считаю, что дураки те, кто пытаются создавать, наоборот, искусственно серьезный, напыщенный вид. Посмотрите, особенно это касается мужчин, которые боятся показаться смешными, детьми, у которых в жизни все серьезно. На мой взгляд, это наоборот самые смешные и несерьезные люди. Несерьезно относиться к этому миру, серьезно. Поверьте, начните радоваться жизни. Начните понимать, что любая ситуация, которая происходит в жизни, это действительно для вас. Вот смотрите, неважно, есть какое-то высшее существо, назовем его создатель, бог, или есть какой-то просто создатель этой нашей вселенной. Неважно, настоящая она или имитация. Важно то, что мы не можем понимать истинную причину, скрытую за тем или иным событием. Но если вы верите в то, что это событие влечет за собой позитив, то и неважно, что сейчас нам это кажется негативным. Мы просто в сферу своей безграмотности, в сферу своей даже не безграмотности, а слепоты, непонимания основ, причин этого мира. Мы никогда не поймем, для чего было это событие. Но верьте в то, что все хорошо. Вот расстался ты с девушкой, но неужели ты эта девушка? Или неужели ты думаешь, что эта девушка последняя на планете? И поверь мне, то, что ты с ней расстался сейчас, а не когда ты уже женился на ней, и у вас есть общие дети, вот это уже больше трагедия. И опять-таки не для тебя, а для детей ваших. Так вот, то, что ты с ней расстался, дает тебе наоборот преимущество. Ты можешь найти себе новую любовь, ты можешь найти себе новые увлечения. Жизнь выведет тебя на какие-то новые дороги, которые приведут тебя именно туда, куда ты хочешь. Думай всегда и живи так, как будто случилось уже то, о чем ты всегда мечтаешь. Тренируйся. Тренировка – это как медитация. Занимайся аутотренингом, настраивай себя на позитив. Смотри в зеркало и улыбайся. И мир – это отражение наших мыслей, как в зеркале, просто немножечко заторможенное. Ну ладно, друзья, не буду вас грузить различными такими мыслями своими. Кому интересно, может почитать статьи мои на эту тему, посмотреть другие видеоролики. Спасибо, что были с нами, задавали вопросы. Кто не успел получить ответ на свой вопрос, пишите под стационарным постом, ВКонтакте, в Инстаграм, на YouTube я на все отвечаю. На сайте только не задавайте вопросы, а пишите ваши пожелания и отзывы. На сайте я не отвечаю, мне это неудобно. Надеюсь, такие ролики снова станут регулярными. Будем хотя бы один-два раза в неделю выходить с вами на связь. Примерно в это время, может чуть раньше. Всем пока. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группы, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что, делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массой и силой без травм. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok